Всем доброго дня, друзья! Вот такой прекрасный продукт, как кокосовый брикет, очень хорошо использовать при приготовлении грунта для выращивания нашей рассады. Если кто-то любит сам составлять грунт, я, например, и не люблю, я уже неоднократно вам рассказывала, что пользуюсь готовыми турфогрунтами, в основном это живая земля, производитель фарт. Но если вы хотите делать это сами и используете землю со своего участка, конечно, желательно этот грунт обработать термически, то есть либо прожариваем его в духовке, либо кипятком с марганцовкой обрабатываем, но предварительно тогда добавим в него кокосовый брикет. Это будет отличным разрыхлением грунта, если почва тяжелая, грунт станет более воздухопроницаемым, более легким. Воздух будет поступать к корням и растениям будет развиваться лучше. Люблю кокосовый брикет за то, что его можно быстро использовать, он моментально на глазах разбухает. Мы кладем в ведро, если полностью нам нужен брикет, то полностью кладем, если нет, то отламываем частично. Кладем в ведро теплой водички, да даже в холодной воде, он прекрасно на глазах буквально разбухает. Все. И мы уже можем добавлять его в грунт. Еще бы я добавила агроперлит, перлитик вот такой. Это очень тоже хорошо для разрыхления. И также гранулы берут в себя влагу, а потом при необходимости эту влагу отдают. И добавила бы часть вернолита. Все делаем на глаз, не будем там вымерять. Кому как нравится, в тех пропорциях и делаем. И вернолит тоже хорошо для разрыхления. Еще можно добавить немножко песка, и тогда у нас получится прям отличный грунт для выращивания рассады. Отлично петуни в таком грунте выращивать. Еще кокосовым брикетом я активно пользуюсь у себя на даче при высаживании петуни или эмпатиенсов, либо бальзаминов в контейнеры, в которых они будут постоянно расти. Так как покупной землей это дороговато, покупную землю использую, потому что от горшка не один, не два, не три, не четыре, а бывает и десятки горшков. И объем очень большой, поэтому приходится использовать грунт со своего огорода. Это наиболее рационально. Не таскать из города, не покупать. Так более экономно. И вот тогда кокосовый брикет мне прям моментально приходит на помощь. В отличие от своих собратьев, недавно появившихся торфогрунтов спрессованных, он гораздо быстрее разбухает. Я использовала спрессованные, пробовала в прошлом году торфогрунты, мне не очень понравилось. Нужна прям горячая вода и нужно время для его разбухания. А вот это мы быстро, так как я люблю все быстро делать, быстренько разбухнет. Добавили в контейнер со своим грунтом, добавили при желании песочка, если есть, добавили при желании вермикулит. Либо можно просто обойтись песком и землей. И вот кокосовый брикет прекрасно разрыхлит. И грунт станет хорошим, рыхлым. И петуния будет очень-очень хорошо расти. Так что пользуйтесь, берите на заметку. Буду рада, если эта информация была для вас полезна. Ну а я пришаюсь до следующей встречи. Всем пока!